Добрый день! Выполним подключение к порту COM1 нашего компьютера с монитором реального времени SCADDRISMODE 7 корзины 87K8 с установленными в ее слоты модулями. Наименование вы видите на экране. Подключаться будем по протоколу обмена данными DECON. Как и семейство 7000 серии, данные модули хорошо известны разработчикам систем автоматизации как недорогие и надежные, имеющие сходную с 7000 серией номенклатуру. Аналоговые входные по току, напряжению, тензодатчики, терморезисторы, термопары, термометры сопротивления. Выходные по току и напряжению в стандартных диапазонах. Дискретные входные сухой влажной контакты. Выходные открытый коллектор и реле разных типов и мощностей. Есть счетные входы и частотные, входные и выходные, широтные импульсные модуляции. Модули управления движением и другие. Количество обрабатываемых сигналов 4, 8, 16 и даже 20 штук. Протокольная часть, как мы и говорили, представлена исключительно протоколом DECON. Итак, мы собрали все наши модули, установили их в корзину. Саму корзину подключили через конвертов интерфейсов RS-485-232, i75-20. К слову сказать, вся номенклатура модулей корзины и конвертеров от компании ICP-DAS. А далее запустили настроечную утилиту DECON утилиты и задали следующие адреса нашим модулям. Кстати, вы их видите. Параметры связи фиксированные, 115-200 N8-1 без формирования контрольной суммы. Что касается номенклатуры наших модулей, это 7 аналоговых входных сигналов для подключения термометров сопротивления. Кстати, мы задействовали только один первый вход, остальное 6-50 просто в воздухе. Следующий модуль 8 дискретных входных, 8 дискретных выходных сигналов. Модуль 8,7-017 это 8 аналоговых сигналов по напряжению в диапазоне 0,10 В. Модуль 51 это 16 дискретных входных сигналов, 24 4 аналоговых выходных сигнала по напряжению в диапазоне, также 0,10 В. Модуль 8,7-026 это универсальный модуль, у него есть 2 аналоговых выхода, 6 аналоговых входов по напряжению мы их настроили тоже на 0,10 В диапазон. Есть 2 дискретных выходных сигнала и 2 дискретных входных со счетчиками. Ну и наконец последний из модулей 88 это 8 дискретных выходных сигналов с возможностью формирования широтно-импульсной модуляции и 8 дискретных входных сигналов со счетчиками 32-битными. Как видим, свободен у нас оказался лишь последний 8 слот. Ну а теперь откроем инструментальную систему Trace Mode 7 и загрузим проект специально подготовленный для работы с этими модулями. Рассмотрение проекта начнем как водится от источников. Видим, что для них, для всех, я имею ввиду модули, создана единая группа распределенная модули DCS и Hard. В ней 7 подгрупп по количеству наших модулей. Ну откроем например на редактирование первую из групп и посмотрим общие настройки. ID прибора это есть не что иное как адрес сети RS-485 в нашей корзине. Здесь мы видим индекс последовательного порта, который будет опрашивать наши модули. Все остальные параметры заданы по умолчанию. Обращаем ваше внимание на отличие 7 версии от 6. Все содержимое группы в источниках будет целиком относиться к одному устройству и таким образом в нашем случае все ее компоненты относятся к модулю с протоколом обмена данными DCOM и установленным номером 1 подключенному к ПК через порт COM1. Ну а теперь посмотрим на наполнение группы. Откроем первый из компонентов. Видим команду и видим прототип канала и тип канала, который будет создаваться по этому источнику. Ну и давайте еще и последний откроем. Это диагностический компонент. Команда может быть любая, но в качестве прототипа канала необходимо указывать диагностика в скобочках HEX-32. Ну и тип, конечно же, input. Итак, по всем модулям. Будем считать, что для проверки подключения модулей к SCADA Trace Mode создано источников более чем достаточно. Далее переходим в слой системы, где видим узел RTM0, в котором созданы группы каналов, выполненные путем перетаскивания соответствующих групп из источников. Что касается порта, его настройки полностью соответствуют тем, что мы видели в утилите DECON. Содержимое групп HMI достаточно обширное и диагностика, которая охватывает диагностику обмена данным с каждым из наших модулей. Что касается графики, то она включает, как мы уже говорили, достаточно большое количество экранов. Первый экран посвящен модулю 87015. Поскольку мы измеряем температуры, имеем тут 7 градусников. Следующий модуль 87055. 8 дискретных входных и 8 дискретных выходных сигналов. Причем дискретные выходные сигналы можно формировать непосредственно щелчком левой клавиши по данным графическим элементам. Модуль 87017R. 8 аналоговых входов по напряжению. Это показометр. Следующий 87051. 16 дискретных входов. Вот они все. 87024. Это 4 аналоговых выхода. Управлять подачей напряжения будем с помощью данных графических элементов. Результат будем смотреть на данных. Модуль 87026. Дискретные входы, счетчики, дискретные выходы, аналоговые входы, аналоговые выходы. И 87088. Это 8 счетчиков с элементами сброса накопленных данных. Диагностика. Это всплывающий экран, который будет показывать текущее состояние, характеризующий обмен нашего компьютера с указанными модулями. Описание демо проекта. Известный нам всплывающий экран, который будет заполнять графический элемент текста из файла с содержимым текстового файла с именем фиксированным description.txt, который находится в папке узла нашего проекта. И что касается вот таких вот модулей, которые называются Trend.AO, Trend.AE, Trend.ForCounter. Это специализированные всплывающие экраны, предназначенные для открытия по щелчку, обратите внимание, правой клавиши мышки на численном отображении аналоговых входных-выходных и счетных параметров. Выглядят они следующим образом. Тренд и имя канала, относящийся также к человекомашинному интерфейсу. Канал класс Сокол с типом вызова EXEC с именем description предназначен для открытия сайта компании Adastro с помощью командного файла с именем description.cmd, размещенного в папке узла. Важно! В данном демо-проекте, в связи с большим количеством экранов, было решено воспользоваться новым сервисом SCADA 3S Mode 7 – деревом экранов. С этой целью откроем свойства группы HMI и обратим внимание на галочку, которая обозначена как дерево переходов. Теперь в реальном времени достаточно ввести клавишную комбинацию Ctrl S для открытия всплывающего экрана со списком, доступных для перехода экранов узла. А далее щелчок левой клавиши откроет нужный вам экран. Произведем операцию сохранения нашего проекта для монитора реального времени и выполним запуск профайлера. В полноэкранном режиме, с закрытием ненужных нам окон. Начнем с диагностики. Отлично! Все модули подключены, работают штатно. Теперь начнем с модуля 87015. Напоминаем, что это 7 аналоговых входов для подключения термометров сопротивления. И лишь к одному из входов, а конкретно к первому, подключен реальный датчик. Вот он. Откроем специализированное окно для наблюдения в графическом виде за изменением температуры. Но изменять температуру будем как обычно. Разогреем чувствительный элемент термометра сопротивления. Пальцами. Видим, вот температура поползла. Поползла. Замечательно! Закроем окошечко и перейдем к следующему модулю. Да, напоминаем, что открытие специализированного окна реализуется по нажатию правой клавиши мышки на данном элементе. Следующий модуль. 87, 0, 55. 8 дискретных входов, 8 дискретных выходов. Причем дискретные выходы DO0 и DO1 подключены крест на окрест с дискретными входами DO0 и DO1. То есть, включим последовательно дискретные входы и посмотрим реакцию выходов. Ну, кстати, за ним можно следить и на индикации модуля. Первый пошел. Видим. Ну и второй. Замечательно! Продолжим поход по модулям. Это у нас 87, 0, 17, 8 аналоговых входов по напряжению в диапазоне 0, 10 В. Так как вход I0 связан с выходом AO0 модуля 87, 0, 24, то откроем экран оперативного наблюдения за параметром I0. Опять-таки, пользуясь правой клавишей мышки и перейдем на страницу модуля 87, 0, 24. Здесь, пользуясь данным элементом, будем формировать значение напряжения с дискретностью 1 Вольт и наблюдать на специализированном экране 6 Вольт. 8, 0, 0, ну и так далее. Кстати, можно открыть и специализированное окошечко для наблюдения за формированием аналогового выхода. Вот таким вот образом. Замечательно. Так, следующий модуль это 87, 0, 50, 1. Чуть про него не забыли. Ну, видим, что это 16 дискретных входов. Ну, а поскольку провода у нас уже кончились, то подавать сигналы на них невозможно. Продолжим движение вправо. 87, 0, 26. Очень многофункциональный модуль. Есть все и даже счетчики. Но мы протестируем лишь аналоговый вход и выход, а также дискретный выход. Ну, начнем с дискретного выхода. Кстати, можно наблюдать на индикаторе непосредственно на модуль. DO0, DO1. Ну, а теперь займемся аналоговым входом и аналоговым выходом. AI0 и AO0 связаны, естественно, вот витой парой. 4 вольта. Ну, кстати, можно открыть специализированный экран и наблюдать и на нем за происходящим. Вот таким вот образом у нас это все реализуется. Замечательно. Идем к последнему из неохваченных нами модулей 8,7, 0, 88. Как видно, к его восьмому входу подключен генератор прямоугольных импульсов с частотой следования, по-моему, 1 Гц. Ну, видно нагласно. Можно просто понаблюдать. Можно открыть, опять-таки, специализированный экран. Ну, правда, он до 10 тысяч, поэтому тут не так видно изменения. Но, тем не менее, можно сбросить счетчик и набирать заново этот счет. Да, чуть не забыли. Если выполнить клавишную комбинацию Ctrl-S или воспользоваться меню Вид, можно открыть панель экранов. И любой из интересующих нас экранов открыть просто щелчком левой клавиши. Ну, вот вернемся, например, на термометр сопротивления. Вот мы здесь. Кстати, это окошко может висеть открытым и по нему выполнять переходы на нужные нам экраны. Вот. Замечательно. Резюмируем. Таким образом, мы выполнили быстрое и вполне себе успешное подключение Scudet Race Mode 7 к модулям входа-выхода одного из самых популярнейших семейств. 87.00 от компании ICP-DAS. На этом мы останавливаем наш проект. Ролик завершаем. Вам спасибо за внимание. Продолжение следует...